Ребят, привет! Меня зовут Лена Лебедева. Я хотела бы поделиться с вами мыслями о работе, здоровье Юлии Началовой и любви к себе. Очень важно беречь себя, своё здоровье. Многие всю жизнь работают. Конечно, не просто так – за большую денежку. Получают определённые материальные блага, бонусы, премии. Но при этом не досыпают, не доедают. Одно из самых главных человеческих богатств – свободное время – у них отсутствует. Им некогда встретиться с друзьями, некогда погулять, насладиться ласковым солнышком, красивым небом, что очень важно, чтобы не впасть в депрессию, от которой, как известно, большие проблемы со здоровьем. Они думают только о работе, о том, как продвинуть бизнес, как стимулировать рост продаж, привлечь инвестиции, выполнить план и обслужить клиентов. Потом у них начинаются серьёзные проблемы со здоровьем. Сначала расстройство неврологического характера, потому что корень зла лежит, как известно, в нашей нервной системе. Например, начинаются подёргивания, головные боли, странные ощущения в организме, расстройство сна, ухудшается память, зрение, затем начинаются проблемы с пищеварительной системой, потом болят зубы, а потом вообще какие-то страшные болезни нападают. И тогда человек вынужден продать машину, квартиру, которую он с таким трудом полжизни зарабатывал, для того, чтобы обеспечить себе операцию. И так он остаётся у разбитого корыта. То есть человек всю жизнь работает, не помня себя, зарабатывает на квартиру, машину, а потом всё это продаёт, чтобы выжить. И выясняется, что человеку ничего, кроме своей жизни, не нужно. Спрашивается, зачем тогда рисковать здоровьем изначально? Слава Богу, если человек в процессе всех вышеизложенных манипуляций спасёт себя. А если нет? Ведь может быть такое, как вчера, когда умерла Юлия Началова. Её знакомые говорят, что она очень много работала. Её отец сообщил, что она умерла от остановки сердца, которое спровоцировало заражение крови. Конечно, много болезней у неё было от почечной недостаточности, но первопричина всей этой истории – её напряжённый рабочий график. К сожалению, такой исход может постичь каждого, кто вот так батрачит. Думаю, нужно больше любить себя, не позволять себе так переутруждаться. Возможно, лучше больше уходить во фриланс. Работать, безусловно, надо, потому что в магазине бесплатно молоко вам не дадут. Но важно больше отдыхать и посвящать время себе. Преимущество фрилансера в том, что он может сам строить свой рабочий график. У него будут не такие доходы, как у человека, работающего в крупном инвестиционном холдинге, нефтяной или финансовой корпорации, но зато он сохранит своё моральное и физическое здоровье и больше времени посвятит своим детям, которым он так необходим. Я в детстве очень нуждалась в родительской любви. Мне их страшно не хватало. Было очень тяжело, что часто их нет рядом. Сейчас могу сказать, что ребёнку ничто и никто так не нужен, как родители, их любовь и присутствие. Вы посмотрите на цыганят. Какие они неопрятные, какие они оборванные, но они счастливые и радостные всегда, потому что рядом с матерью и отцом. Поэтому если вы уйдёте во фриланс, вы сделаете ваших детей и себя счастливыми однозначно. И это намного дороже, чем 135-й машины и 284-й квартиры. Да даже если речь идёт не о 284-й, а об одной квартире, всё равно важнее эмоции и здоровье, чем материальные блага. Возможно, многие меня сейчас осудят за мои высказывания, но если вы столкнётесь с одиночеством и страхом смерти, вы по достоинству оцените мои слова. Человеческий контакт и человеческая любовь – главное наше богатство. Лучше развивайте свой бизнес и себя любимого. Потратьте 3 года на раскрутку своего ИП, а потом получайте дивиденды. Это намного целесообразнее, чем всю жизнь не доедать, не досыпать, приносить благо толстому дяде и в конце жизни понять, что ничего не достиг, остался один, да ещё и при смерти. Надо подумать над этим. Продолжение следует...